Польское телебачение представляет Сценарист Ежи Немчук, композитор Ян Поспешальский, режиссер Лешик Галыш В фильме выступают Вил, я никогда не был собою, выступаю в выгляде Соника И новот самого Марбаса, великан Гиг в изменшенном выгляде Трое пленков, Тока, Пинок и Хобблт И сам Марбас, Пурслес, Абигер А на конце появятся все остальные герои Кто там? Гэта я! Я ведаю, что робить Марбас не выпустит дятей, пакуль хтостя не прознается, что ян дятя с прародства А леш прародства придумал Пурслес? Пурслес! Прималка каже, лбом стены не пробьешь У того, кто ее ставил, голова была слабейшая за мою Думаю, мы пробьемся на свободу Мысли, что в конце выбьемся на свободу А ты, голова, добро выбрал Хиба зауважили, что я зник? Шукайте его, Паусюль И он не мог далеко утячить Тут его нема И тут его нема Шукайте, возьмите его живым Рушаны, ходим, залазь на меня Субтитры создавал DimaTorzok Я той, кого ты шукал Я дитя старейшая за своих батьков Над чем ты задумался, Дик? Такую головушку дамарнаваць на роздумы Што скажете на их разброянне? Мауэ разброянне Ты кто? Скажи 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 Ягонай Высокости Я Никто И Кожны И Кожны Ты мой ворох У тебе нема сябру Мана Усе тут сябры Ягонай Высокости А кто не Можешь развитацца Житьем Выбер изброю до поединку Тут нема выйстя Утекай мы сюдой Хочи Хочи, Гик Ты где? Мы настолько подобные У прородствия была помылка Такого Просто Я буду смогаться с тобою, коли ты выпустишь детей Играет музыка. Эта мазь дядка лесовика. Нас тут нам разом не полезут. Прородство спраудживается. Немахчима. Ты мне менш. Что робить, Пурслес? Лепш, как нас тут не было. 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 Я не хотел. Дякую, дядок, что ты нас обырдывал в опошний момент. А где гик? Дякую, дядю, 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 дядю. Гик, ты снова кузнаме. Перевернутая гора перестала ясно. Играет музыка. И она стала обычной скалистою горою. Может, крыху больше, а змрочную. Жихары лаколец назвали ее марбасовую горою и боялись ходить туда ночи. Бо знутра часом чувать было глухий стон и плач. Глухой енки и зло речения. Переклад Эльвира Санкевич. Читал Симон Лицкий. Симон Лицкий.